Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Какие профессии важны и какие профессии нужны сегодня Краснодарскому краю? Дискуссия в рамках финала пятого национального чемпионата WorldSkills. Каких сюрпризов ждать от погоды? Главный синоптик рай с прогнозом на ближайшие дни. Секрет долголетия. Ветерану Великой Отечественной войны коренной анапчанке Вере Шубиной исполнилось 102 года. Федеральная целевая программа в действии. В Анапе завершилось строительство магистрального водовода от резервуаров чистой воды в Джимите до автодороги Анапа-Керч. На курорте внедряют современную схему водоснабжения. Город, Пионерский проспект и село Витязева отныне не будут знать проблем с водой. Глава Анапы Сергей Сергеев еще раз осмотрел участки работ и дал оценку участия муниципалитета в важнейших программах по развитию инфраструктуры. Реализация этого многомиллионного инвестиционного проекта стала возможной благодаря участию администрации Анапы в федеральных программах. Таких капитальных вложений инженерная инфраструктура курорта не видела лет 50. С резервуаров Джимите раньше шло два водовода по 500 мм, которые построили 71-72 год, одновременно всю систему строили. А числе и водоводы резервуаров. На сегодняшний день эти две пятисотки, они проходят еще под железной дорогой, они сейчас в аварийном ужаснейшем состоянии, просто мы не вылазим. Вот там вот дальше он идет в лесополосе, там все время ремонтируют. Теперь это 1200 сюда пришел, одна, да, на 1200, но я вам скажу, что пропускная способность этого 1200 одного в шесть раз больше, чем и 500 такой терпимы. Под землей почти километр нового магистрального водовода. На этом участке расположена пятая камера переключения в современной схеме водоснабжения. Сколько там давления? Здесь давление порядка четырех атмосфер. Это уже чистая, чистая. Да, да, с резервуаров чистая вода. Невооруженным взглядом, ни приложенных усилий специалистов водоканала, ни масштабов модернизации не увидишь и не оценишь. Более того, это режимный объект, и скоро он будет скрыт грунтом. На поверхности – возможности, которые дадут современные водные артерии. Такие инвестиционные проекты – завтрашний день Анапы. В создании комфортных условий проживания на территории курорта нет второстепенных задач. Строительство главного водовода – это решение проблемы в масштабе целого города. Но у каждого человека к власти есть свои вопросы. Жители хутора Чекон обратились на прием главе Анапы Сергея Сергеева с проблемой – на их улице нет воды. На приеме у главы Анапы Вера Золотухина и Надежда Баскакова. Они представляют интересы жителей 23 домов на улице Норильской в хуторе Чекон. Мы практически постоянно там живем где-то с 95-го года. Улицы – это построенные дома, были Норильским комбинатом для своих пенсионеров. Скважину построили как временную, как рабочую. Соответственно, никакие технологии по тем временам там не соблюдались. Место жительства стало постоянным, отсутствие коммуникаций вылилось в большую проблему. По такому сценарию сдавали не только дома в Чеконе. Обязательства по вводу в эксплуатацию были подписаны при наличии использования автономных водоисточников. Я разбирался немного по Гастагаевской, по канализации точно так же. Только не на Рильский никель, а кто там построил? Тюмень. Тюмень. Канализацию кинули и забыли, что на даче в Сны. Люди подписали все, когда вводили в эксплуатацию, что мы будем использовать локальные очистные сооружения. Точно так же, как и вы. Я гарантию даю. Но искать виноватых спустя 20 с лишним лет – дело безрезультатное. Людям сегодня нужна вода. Сергей Павлович объясняет. Необходимо получить технические возможности, а для этого провести разведку и утвердить запасы артезианских вод. Поручения получат соответствующие службы администрации. В финале пятого чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Анапу представляют шесть участников – студенты сельскохозяйственного техникума и колледжа «Сфера услуг». Сегодня в Краснодар отправилась команда болельщиков – более двух тысяч школьников курорта, которые в том числе получат возможность познакомиться с самыми востребованными и интересными профессиями. Поддержать наших финалистов приехал и глава НАПО Сергей Сергеев. Чтобы стать конкурентноспособным на рынке труда, необходимо овладеть минимум двумя специальностями. Об этом сегодня говорили на пленарном заседании в рамках национального чемпионата рабочих профессий. Главными спикерами выступили вице-премьер России Ольга Голодец и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев заметил, что на Кубани существует нехватка подготовленных кадров в области агропромышленного комплекса и курортной отрасли. Для успешной экономики необходимо повышать престиж рабочих профессий. Сегодня молодежь снова должна поверить в то, что рабочий или просто специалист без даже высшего образования, он очень востребован в реальном секторе экономики и высокооплачиваемый специалист. Вот в чем вопрос. А сегодня как бы то традиционное мнение о том, что диплом о высшем образовании позволяет тебе решить все проблемы в жизни, конечно еще устойчиво. Поэтому мы должны развернуть эту психологию и диплом профессионального технического училища, диплом колледжа позволяет тебе в жизни быть устойчивым и успешным. Вот что очень важно сегодня. Молодежь должна снова поверить в то, что быть поваром, быть механизатором, быть водителем трактора, быть водителем комбайна, то есть это тоже престижно. Современный рынок труда быстро трансформируется и специалистам всех возрастов важно адаптироваться к новым условиям. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ. Она будет работать до конца недели в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ спит». Здесь можно получить всю необходимую информацию, в том числе о бесплатном и анонимном тестировании на ВИЧ-инфекцию. Специалисты-эпидемиологи проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе, сообщает Пресс-служба Роспотребнадзора. На вопросы жителей Кубани ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по телефону в Краснодаре 210-5808. И к другим новостям. 102 года исполнилась Вере Шубиной, коренной анапчанки. Она родилась, когда бушевала Первая мировая война. Детство и юность прошли в суровые годы. На фронт пошла добровольцем, так как умела готовить, взяли поваром. А иногда творить приходилось настоящие чудеса. Трудиться надо. Трудиться честно. Не воровать. Пожалуй, главный секрет долголетия от Веры Яковлевны. Она родилась в Анапе. Отца не помнит. В семье было 12 детей. Работать начала в семь. Няней в Джамите. Было не до учебы. Мама говорила, тебе учиться не надо. Хлопцам надо. А тебе не надо. Хлопцы в армию пойдут. А тебе зачем? Работала в колхозе на виноградниках. Когда стартовала государственная программа по ликвидации безграмотности, начала ходить в вечернюю школу после смены. Хозяйственная девушка устроилась домработницей в Москве. В первые дни войны поехала в Ростовскую область по личным делам. Там попросилась в армию. Ее взяли по специальности. Было такое, что нечего было готовить. А вот другое там, у других там есть другое подразделение. Иду, занимаю там, что-то делаю. Суп, не суп, кондей, не кондей, что-то такое. И раздаю, а потом трушусь, что сейчас придут за мной. Что такое обед. Когда приходит ихний. Ну что, за мной прошли? Да нет. И вылезали в котелок. Рядом служил будущий муж, который приметил девушку. После войны Вера Шубина вернулась в Анапу к маме. Он приехал следом. Со временем поженились. Сейчас у Веры Яковлевны двое внуков и трое правнуков. На день рождения они традиционно собираются в родительском доме. Андрею пять. Он уже наты с современными гаджетами и любит прабабушкину кашу. Она все делает вкусно. Кашу гречневую, манную кашу и салат вкусный. Мастерство, отточенное в том числе и на фронте, пригодилось в мирное время. Веру Яковлевну хорошо помнят в городском водоканале, где она проработала 10 лет. Уже второй день в дом приходят с поздравлениями. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Большое здоровье тебе. Пожелаю, чтобы трудились хорошо. Слушали старших. Уважали друг друга. Чтобы мирно жили. В субботу 20 мая в Анапском археологическом музее на раскопках древнего города Горгипи состоится международная культурная акция «Ночь музеев», посвященная 80-летию образования Краснодарского края, 40-летию создания заповедника Горгипи и Году экологии. После торжественного открытия акции на раскопках состоится большой экскурсионный час. В амфитеатре пройдет театрализованное представление героя арены. Юные посетители смогут проверить свои знания по истории и природе Кубани, отгадать кроссворды, ребусы, сложить пазлы. Также состоится открытие интерактивной выставки «Веселые мультяшки». Археологический парк «Гераклов узел» поможет посетителям попробовать себя в роли жителя древнего города – гончара, мукомолот, кача, рыбака, а также археолога и реставратора. Все экспозиции музея будут открыты для посетителей. А у памятника «Русские ворота» будет организована работа передвижных выставок и интерактивных площадок, выступления казачьих творческих коллективов. Анапский археологический музей «Горгипи» приглашает всех желающих 20 мая с 19 до 24 часов по адресу Набережная 4. Еще во времена фараонов книги называли душевным лекарством. Сквозь века книги путешествуют рядом с человеком и исцеляют, даря опыт, наполняя искрой любознательности и знаниями. На нашем курорте немало любителей провести время за чтением. В следующем сюжете расскажем о новом магазине, интересном для всех книголюбов. В Анапе открылся первый книжный магазин в федеральной сети «Читай город». Сюда можно забежать на минутку и обнаружить себя через час-другой на сотой странице увлекательного исторического романа или модного детектива. Вечная классика и популярные современные авторы, самая востребованная бизнес-литература или мейнстрим в области красоты и здоровья. Каждый найдет здесь то, что поможет ему сделать свою жизнь интереснее и полнее, разнообразить досуг и получить новые идеи и знания. Рубрикаторы помогут соориентироваться и подыскать то, что нужно именно вам. Здесь же можно заказать и очень редкие книги. Консультанты оформят ваш заказ на интернет-сайте и уже через несколько дней вы сможете приобрести нужную литературу в магазине. Заботливые родители могут выбрать замечательные книги-игрушки, учебники, волшебные сказки и познавательные энциклопедии. А креативные хозяйки найдут новые идеи для рукоделия и праздничные рецепты. Замечательный магазин, очень большой ассортимент, очень приветливые подавцы. Так что мы здесь бываем часто и думаем, что будем еще сюда приходить не последний раз. Кроме произведения литературы, в Читай-городе есть то, что добавит позитивных эмоций в ежедневную рутину. Товары для хобби, детского и взрослого творчества, игры, сувениры, констовары, оригинальные сладости и многое другое. Помимо представленных сладостей, интересных в нашем магазине, у нас есть вот такой прекрасный набор, который помогает вернуться в прошлое, в 90-е. Это ставит много удовольствия каждому, кто его приобретет. Идеи для подарка здесь великое множество и для взрослых, и для детей. Каждый обязательно найдет приятную вещицу на радость близким людям. Также в магазине можно приобрести и упаковочные материалы. Те же, кто сомневается, какую книгу выбрать, могут приобрести подарочный сертификат. В продаже есть подарочные сертификаты от 500 до 3000 рублей. А также при единовременной покупке на 1000 рублей у нас можно получить карту любимого покупателя. Минимальная скидка по ней 5%, максимальная 15%. Книга, как известно, лучший подарок. Ее не зря называют лекарство для души. Исследование британских ученых, в котором приняли участие около 4000 человек, показало, что активно читающие люди не страдают до депрессии, легко преодолевают проблемы и обладают повышенной самооценкой. А самый большой выбор книг, несомненно, в магазине «Читай город», который находится по адресу Анапу, улица Астраханская, 99, торговый центр Красная площадь, 2 этаж. Управление гражданской обороны и защиты населения распространило экстренное предупреждение. С 17 мая в крае сохранится сильный дождь, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. На реках ожидается подъем уровня воды. Грозит ли Анапе подтопление и каких сюрпризов от погоды ждать в ближайшие дни жителям нашего района, нам рассказал главный синоптик края Андрей Бондарь. Штурмовое предупреждение распространяется и на Черноморское побережье на текущие сутки, потому что по территории края мы ждем осадки. Осадки достаточно сильные, интенсивные. Та часть штурмового предупреждения, которая касается подтопления Анапу, касается в меньшей степени. В Анапе, конечно, подъемы уровня в реках до неблагоприятных отметок вряд ли угрожают. Осадки, дождь сильный, с грозой, с усилением ветра вполне вероятны в Анапе. На 17-е еще сохраняется штурмовое предупреждение, а вот на 18-е, скорее всего, мы будем его снимать. Сообщение от Управления гражданской обороны и защиты населения. Завтра, 17 мая, с 10 до 10.30 часов администрации Краснодарского края будет проводиться плановая комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает внимание всем. Поэтому сигналы включите телевизионные приемники на канал телевидения «Кубань-24», приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на канал «Первое радио Кубани» и прослушайте специальные сообщения. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.